Вот мой военный билет. В нем содержится отметка о том, что я проходил службу в зоне боевых действий с июня по сентябрь 1993 года. В Таджикистан Олег Туганов попал во время службы в армии. Срочника отправили охранять границу с Афганистаном. Фотографии того времени почти не осталось. Я как дежурный пороте, он как гневальный пороте. И мы заступили в наряд. В республике Таджикистан по ряду событий не было возможности сниматься, потому что там и хлеба не хватало, и продовольствия. Поэтому снимался только в Казахстане. Олега призвали в армию в Челябинске еще во времена СССР. Отправили служить в Казахстан. Когда Союз развалился, заканчивать срочную службу он остался там же. В 93-м несколько месяцев провел в Таджикистане. Но даже спустя 27 лет не может получить официальный статус участника боевых действий. Вот это маленькая часть тех документов, тех ответов, тех ответов на запросы, тех решений, которые выдают государственные органы Российской Федерации. После изменения закона в 2016-м Олег смог претендовать на льготы. В Южноуральской пограничной службе ФСБ, по его словам, статус ветерана подтвердили – в Москве нет. В ведомствах ссылается на то, что отправляли в Таджикистан его не из России, а из Казахстана. Международного договора о военном сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Казахстан гарантировал таким военнослужащим, как я, которые проходили службу в других, так сказать, странах-участниках СНГ, он гарантировал социальные гарантии, предоставление льгот, пенсионное обеспечение. Челябинец прошел несколько судов, вплоть до Верховного, но везде проиграл. Теперь пытается решить вопрос в военной прокуратуре. Олег Туганов подал иск против ведомства. Первое слушание пройдет в конце сентября.